Отменённый рейс обычно причина для жалоб. Но пассажиры, застрявшие в аэропорту Франкфурта и не сумевшие улететь в Израиль, поддерживают решение авиакомпаний. «Свете сбитого над Украиной самолёта, — говорит Гершмит, — я бы сказал, что запрет оправдан». Но власти Израиля так не считают. Люфтганза, Свиз, Air France и другие европейские компании, а также российские аэрофлоты ТрансАэра, вслед за своими американскими коллегами, приостановили полёты в Тель-Авив, объяснив это соображениями безопасности. Во вторник рядом с аэропортом Бен-Гурион упала ракета «Хамас». Но Израиль, который уже третью неделю обменивается с палестинскими боевиками ракетными обстрелами, не видит угрозы для пассажирских рейсов. «Не было никакой причины, — говорит министр транспорта Израиля, — для отмены рейсов из аэропорта Бен-Гурион, так как он защищён и совершенно безопасен». Вопросы о целесообразности запрета, оставившего в аэропортах тысячи пассажиров, задают и в Вашингтоне. Там усомнились, не было ли американское предупреждение о путешествиях в Израиль политически мотивированным. «Никакой конкретной причины для выбора времени для этого запрета не было, — говорит представитель Госдепартамента США, — и мы хотим отменить предупреждение». Но для авиационного сектора время для запрета не могло быть хуже. Взбитый под Донецком малазийский лайнер привлёк внимание к проблемам отрасли и, в первую очередь, безопасности полётов. «Мы слышим, что лидеры индустрии, — рассказывает независимый консультант по авиации. Например, сэр Тим Кларк из Emirates Airlines призывают собраться за круглым столом и обсудить, как отрасль может найти более последовательный подход ко множеству угроз, с которыми нам сегодня приходится сталкиваться». Российский аэрофлот отменил запрет на полёты ещё в среду. В четверг возобновило сообщение с Израилем и компанией TransAero. Европейские и американские авиакомпании по-прежнему в Тель-Авив не летают.